Счастье – это цель плюс наслаждение. Если человек уезжает из этой страны, значит, он здесь не нашел себя. Успешные люди работают примерно 80 часов в неделю. Все люди одинаковые, установки только разные. Иногда разговор в приемной, с персоной в течение 5 минут дает тебе больше, чем разговоры с человеком в течение года. Катин – то же самое. Когда ты что-то делаешь, ты себя спрашиваешь, это деньги дает или нет. И тебе мама или папа сказал, сынок, доченька, мы бедные люди, мы не можем себе это позволить. И этот блок остается вот в этом процессоре. Муза – это 10% таланта и 90% рутины. Боксеров много, а Головкин один. Я всегда говорю, от яблоня рождается яблоня, от груши рождается груша, от барана рождается баран. Потому что бизнес – это шедевр. Кто черешню сажал? Ханум или Жексен Васильевич? Жексен. Да? Можно ее поесть? Конечно. Конечно, да. Как это вкусно. Боже мой. Это вкусные сорта. Это что за сорт? Где вы взяли его? Это вообще районированное, это местное. Вообще здесь, если деревья не местные, фруктовые, их тут заседает тля. Именно особенность климата Нур-Султана такой, что все, что не местное, она тут же не может прожить 3-4 года, но потом она тут же начинает. А сколько уже живет эта вишня у вас? Ну, это будет, наверное, с самого начала городка. Вы путешествуете, затем выкапываете дерево и привозите с собой. Из Японии, говорят, сакуру привезли. Здесь есть, да, такие редкие деревья со всего мира, можно сказать. Это чья идея была? Ну, это вообще моя. Да? Я страшно обожаю деревья, это мое хобби. Можно Хану Майдаш узнать, когда ваш супруг успевает еще ухаживать здесь за садом? Ну, он найдет время. Да? Он вообще приезжает с командировкой, сразу говорит, как мои деревья. Иногда я думаю, господи. Про нас не спрашивают, да? Да, лучше спросил бы нас сначала. Давайте посмотрим сакуру, да? А, подождите, здесь у вас теплица? Да. Но эту теплицу сейчас я не занимаюсь, занимает все тайппэмы. Мама Димаша? Мама же Димаша. Они вот здесь живут. Это мои соседи. Да. Родители Димаша Ходайбергена живут по соседству, через вот этот маленький заборчик. Вы же дружите, да? Конечно, мы много лет дружим. Как часто ходите друг к другу в гости? Почти каждый день. Может, сегодня тоже барпать там за? Ну, сейчас позовем ее. Ханумайдаш, я много лет ее знаю. Одна из первых казахстанских дизайнеров. Андрей Ткаченко. Вы кто еще тогда был? Доброхотова, Иллистратова. Вы же Розе Баглановой шили одежду. И, Жексен Васильевич, чистый такой шала-каза, да? И Ханумайдаш, который уршавшийся лимит. Как вас свела судьба вообще? Нас познакомил Мураб Кусаинов. Дос Мухасан. Дос Мухасан. Ну, потом получился так, что он приходит ко мне на работу. У меня как раз была Роза Багланова и Роза Рымбаева сидела. И он долго ждал, я пока с ним возилась там. Потом он говорит, давайте, поужинаем. Он меня пригласил в китайский ресторан. А я как раз закончила художественное училище, диплом по Китаю. Цветы, сливы, золотой вады. У меня китайская была дипломная работа. И мы долго о Китае говорили, и, по-моему, подружились так сильно. Все-таки вас покорил интеллект. Творчество. Творчество, да? Прежде всего, творчество. То есть вы влюбились в творчество. Мне кажется, когда вы увидели свою супругу в окружении двух див, Розы Баглановой и Розы Рымбаевой, вы подумали, так мне эта женщина нужна. Нет, на самом деле, был вам за этим очень рациональный подход. Дело в том, что только люди творчества – несчитываемые люди. Все другие профессии можно считать, изучить, понять. А творческие люди – это бесконечная вселенная. И с ними можно говорить всю свою жизнь. Сергей Владимирович, как вы столько лет помогаете руководителям, бизнесменам масштабировать бизнес, ускорять его? При этом у вас самого нет бизнеса. И не было, по-моему, много. Да, это вот очень хороший вопрос. Я всегда его читаю под занавес тренинга. И это то, что вопрос постоянно задают и в бизнес-школах. Ну, что они нас могут научить? У них своих бизнесов нет и так далее, и так далее. Вообще проводились исследования, почему одни компании более успешны, другие менее успешны. И вот оказалось, что 90% успеха заключается в первых двух руководителях. Именно в первых двух. Их называют одного имплицитной, другого эксплицитной. Чтобы не заморачивать слушателей такими профессиональными сленгами, терминологией, я бы сказал бы так. Один из них является композитором, другой является дирижером. То есть это две разные профессии. Вот композитор, еще одно такое близкое слово поджигатель. Это тот человек, который слышит музыку вселенной. Вот я смотрю на стену, а скульптор там видит скульптуру. Вот я смотрю на бумагу и вижу бумагу, а художник видит картину. То есть таланту нельзя научить. То есть отличие поджигателя от дирижера, он видит бизнес, он видит будущее, предвидит, предвосхищает. У него есть такая антиципация. Визионер, да? Он видит. Этому нельзя научить. Я, конечно, могу человека научить рисовать, если он не умеет рисовать, но шедевра нет. Я, конечно, могу. С этим рождаются? Да, с этим рождаются. Вот как рождается лишой и прошой, этот человек рождается. Просто он родился визионером, он видит. Да, он видит. Этому нельзя научить. Вот я всегда говорю, на улице сидит щенок, давайте мы его отмоем, помоем, сделаем, подрежем коготки, ушки, хвостик, дадим мясо, витамины, сделаем прививку. Из него алабай получится? Нет, не получится. Точно так же и человек рождается на определенной частоте. Вот этот человек является вот таким. Он видит, он видит будущее, откуда, это уже не наша тема сегодняшняя в разговоре, у него есть. И второй, он умеет рисковать. Что значит умеет рисковать? Допустим, у вас есть трехкомнатная квартира, и там есть вторая половинка с тремя детьми. Вот этот человек может поставить под залог вот эту трехкомнатную квартиру. И самое главное, несколько раз это потерять. Предприниматели таким качеством не обладают. Обычные люди таким качеством не обладают. Вот эти люди обладают вот с такими свойствами, они умеют рисковать. А это можно научиться? Нет, не, научиться всему можно, талантливым не станешь в этом. Научиться всему можно. Даже обезьяна может в церкви научиться катать на велосипеде. Шедевры не сможешь создать. Потому что бизнес это шедевр. Вот чем особенность. Это как есть олимпийские виды спорта. Боксеров много, а Головкин один. Певцов много, а там Димаш условно говоря один. То есть я еще раз говорю, не умоляю там никакого артиста. Я бы не хотел, чтобы за этим там стоял. Ну просто то, что сейчас вот приходит сразу на ум. А второй тип? А второй тип это дирижер. Думаю, всем понятно, кто такой дирижер. Это кто реализует на практике эти вещи. Это человек, у которого есть две основные компетенции. Первое это рационализм. Рационализм это тот человек, у которого в руках секундомер и калькулятор. Я, может быть, скажу такие ужасненькие вещи, но этого человека не бывает совести. Люди говорят, ну как так, что значит бессовести? Синичная, да, такая? Да, почему? Потому что мы не путаем профессиональную жизнь с личной жизнью. Дома совесть обязательно. Чем отличается успешный человек от обычного? Критериев много, но я рассказываю очень простой. Завтра нужно получить справку в госоргане. Нужно отстоять, допустим, большую очередь. Обычный человек берет отгул на работе, чтобы отстоять эту очередь. А успешный человек говорит, во сколько я должен получить эту справку? С точки зрения обычного обывателя он бессовестный. Он хочет, значит, без очереди взять этот документ. Я переиграю ситуацию иным образом. У меня есть женщина. Завтра с ребенком идем к педиатру. Она берет отгул, чтобы отстоять эту очередь. Ночью у этого ребенка была лихорадка. Скажите, пожалуйста, у этой мамы есть понятие очередь? Она говорит, нет. Но она же не бессовестная. Да. Точно так же. Если я прихожу на работу, и там сидит человек, возможно, даже старше меня, но он не хочет работать, разумеется, совести быть не может. Вот. То есть я говорю о сфере трудовых отношений, прежде всего. То есть эти люди рациональны. То есть они четко понимают, что такое... Черное-черное-белое-белое-белое. Да, белое-белое-черное-челое. И второе, наверное, это ужасные вещи. Руководители не любят свою семью. Почему? Меньше времени проводят? Да. Потому что Бог сделал так, если где-то прибывать, значит, где-то убывает. Если ты находишься на работе, значит, меньше времени уделяешь семье. Но самое главное, они предпочитают работу семье. Конечно, они будут обязательно говорить, а как могло быть иначе. Обязательно люди будут говорить, что ради тебя, сынок или доченька, я это все делаю. На самом деле это лукавство. На самом деле есть тысяча других вариантов, можно открыть. То есть эти люди просто любят свою работу больше, чем свою семью? Выбирают. Я вот боюсь покупать дом, потому что мне кажется, что я уйду в сад, в огород, заземлюсь, и бизнес все останется на втором плане. Есть такие риски вообще? Да, есть. Мне кажется, вот на земле жить, это нужно с детства там быть. Дело в том, что вот ребенок, он формируется в раннем возрасте примерно, до 8 лет формируется вообще вся его жизненная программа. Если в этот период у тебя не было дома, земли, и в дальнейшем ты попытаешься жить в нем, земля, как мне кажется, она забирает очень много сил, очень много энергии. Она дает тебе, если ты земной человек, то она тебе дает, как корни деревьев, дают тебе энергию. Если же ты не рост на земле, то земля начинает забирать у тебя энергию. Ты начинаешь забирать энергию, ты начинаешь очень сильно уставать от нее. Первое время, конечно, это как поездка в деревню, в сельскую местность, экзотика, хорошо, животные, деревья. Но как только ты начинаешь топить углем печи, потом надо руками стирать и постоянно ремонтировать, ухаживать за скотом, то, конечно, вот эта вся экзотика исчезает. Точно так же землю надо любить. Поэтому я хочу сказать, что наверняка современный человек все-таки должен жить в современном, благоустроенном, хорошем, красивом доме. Ну, вы же живете в доме. Да, потому что я вырос на земле. Я тоже выросла в жанарке. Да, но второе... Я боюсь, что вот если я уйду, заземлюсь. Получится? Так, кто у вас здесь есть? Соседи продают дом. Вау, какой бешбармах. Супер. Супер. Как вам повезло, да, Шестя Васильевич? У вас бешбармах каждый день, признавайтесь? Нет, нет, нет. Нет, не каждый день? Я тебя готовила. Спасибо. Честно говоря, об этом интервью мы договорились с Хану. Почему? Потому что даже Ксеновича сложно дозвониться, он человек занятой, у него куча помощников. Нормально можно общаться с женами, поэтому мой вам совет, друзья. Хотите интервью, общайтесь с женами. Кутерин. Вау. Шикарный бешбармах. Слушайте, как классно. Сегодня у нас на ужин будет бешбармах. Екатерин Васильевич, вы домой часто гостей зовете? Ой, это прям роскошь, можно сказать, когда гости, да. Слушайте, ну с такой супругой, как Хану, мне кажется, можно каждый день звать. Екатерин Васильевич, вы все-таки говорите о личной эффективности, да, то есть ваш главный тренинг, это правильно? Да. Личная эффективность. Мне кажется, чтобы быть эффективным человеком, успешным человеком, нужно иметь тылк хороший. Это один из ключевых факторов. Человек, в данном случае, ну я считаю, и мужчины, и женщины должны иметь очаг, куда ты должен возвращаться. Куда бы самолет далеко не улетел, он должен иметь аэродром, куда он должен вернуться. Чтобы он ополнился энергией? И в некоторых хороших, больших домах еще и держит камин, огонь еще, который сжигает огонь. Это не только аллегория, мне кажется, это еще и важность, чтобы было тепло, хорошо. Потому что ты, когда находишься за пределами своего дома, очень много встречаешь разных энергий, разных взглядов. И это то место, где ты, скажем так, заземляешься, обнуляешься, здесь с тебя сходит все-все-все, и ты становишься один. Я всегда говорю, на работе, может, что хочешь делать, но домой приходя, ты можешь ходить и в трусах, ты можешь ходить в чем угодно. Быть каким угодно, да? Да, но ты должен быть самим собой. Находясь вовне, мы всегда находим какие-то маски, одеваем. Мы всегда, ну это не хорошо и не плохо, это просто вот так. Это правда жизни? Это правда жизни. Ханумай Даш, признавайтесь, какой Джексен Васильевич дома? Маска со щишель гинди. А он как ребенок. А вот как вы проводите, вот, например, как вы завтракаете? Ну, когда он готовит каши. Ваше утро начинается с каши от Джексена Васильевича? Да. Да, правда? Да, да. Для меня готовить, это вообще мое любимое хобби. Вот деревья и приготовление еды, это мое хобби. Это ваша медитация, да? Это моя медитация, да. Вот когда я вот сильно устаю, я только готовлю кушать. Если у человека, скажем, нет семьи, да, или какие-то не очень, может быть, хорошие отношения, да, в семье, что бы вы ему рекомендуете? Почему вы тоже сказали, что это один из ключевых факторов, да? То есть все-таки человек же каждый вечер куда-то приходит, да? Да. Спать, ночевать, там, перезагружаться. Почему важно вот это все наладить? Не знаю, Динар, мне кажется, сейчас вот прям такого общего знаменателя сейчас нету, да, вот сказать, что вот это правильно, это неправильно. Мне кажется, вот прелесть в том, что мы все разные. И, например, сейчас поколение Z, поколение Альфа и поколение Y, они не зря называются разные поколения. Мне кажется, у всех абсолютно разные вот ценности. Мы все-таки относимся уже, наверное, к поколению уже старшему, да. Когда-то мы тоже не понимали, что такое старшее поколение. Мы сейчас уже на то старшее поколение, и у нас, как у старшего поколения, сформировавшиеся еще в период, скажем, застоя, в период других ценностей, у нас действительно важно иметь очаг. Хотя я думаю, что сегодня очень много людей, которым нравится иметь арендное жилье, им нравится, ну, скажем, ездить по всему миру и не иметь точки приземления в одном... То есть буквально на пару месяцев, да? То есть пожил немного в Англии, немного в Америке, немного в Китае. Сейчас молодежь так живет, многие, необязательно там даже в какой-то стране иметь гражданство. А вы, кстати, никогда не хотели поменять гражданство? Нет, не было такого. Ну, мне кажется, у вас точно нет, потому что вы такая патриотка, патриотка. А вот о Чсении Васильевичем, может, мысли были. Были мысли, признавайтесь. Нет, у меня был, значит, один из руководителей, я как-то уже в Инстаграме это написал и как-то даже вызвало, по-моему, дурю, бурю несогласия в этом вопросе. У меня был один руководитель, очень советник, одно из, там, в Казахской ССР, известных людей, советник, и он был моим линейным руководителем в министерстве. И у меня, как и у многих молодых, сегодня у людей было желание уехать за границу, когда мы уже получили суверенитет, и я к нему подошел, говорю, окей, вот у меня такие мысли, я хочу уехать за границу. И он мне сказал такие слова. Он сказал, говорит, если человек уезжает из этой страны, значит, он здесь не нашел себя. То есть он говорит, ты сейчас уедешь, ты разрываешь все свои социальные корни, и ты уехал туда, и даже ты вернувшись когда-то, ты останешься без социальных корней. Поэтому вот я с тех пор, это для меня стало вот даже девизом, я считаю, наша страна, это инкубатор. Инкубатор, где мы формируемся, делаемся. Мы можем поехать работать, мы можем куда-то, но не уезжать. То есть иметь цену на ВМЖ или ПМЖ и так далее. Во всяком случае, повторюсь, это моя точка зрения и нашего поколения. Я считаю так. Я считаю, наши дети должны учиться за границей, наши дети должны работать за рубежом. Но они всегда должны понимать, что точка возврата, их родина, это здесь. Они должны тот потенциал, который они там заработали, привезти сюда обратно. Ну вот ваш сын учится же в Лондоне, он на каком курсе? Он сейчас учится на втором курсе, в следующем году будет третий курс. Ну вот если вдруг он завтра захочет оставшим Англии, вы будете против? Я хочу, ну тоже такие важные вопросы, это жизненные вопросы. Я считаю, что когда-то у меня были какие-то решения в жизни, и моя мама сказала так, мы против, мы против твоего решения, но мы не будем препятствовать твоему решению. Но чтобы такого никогда в жизни не было, что мы тебя не предупреждали, что мы тебе не говорили, что потом ты не сказал, что я был маленьким, молодым, не понимал и так далее. И мне важно то, что родители привили, и я передаю сыну, я считаю, он должен сам выбирать. Я считаю, что все, что мы смогли, ребенка воспитывает покажет поперек кровати, когда ложится вдоль, уже поздно. Поэтому я думаю, все, что мы думаем, наши ценности, наши убеждения, он это все понимает. Вот вы обучаете ускорять бизнес, да? То есть к вам же не приходят предприниматели, которые не знают, что открыть, да? Или там думают, какой бизнес открыть, как вообще открывается бизнес. К вам приходят те, кто пережил там банкротство, падение, там, кризис, да? Или у кого там один и тот же человек, да? Кто хочет вырасти. Да, да, да. И что вы им говорите? Есть определенные правила, определенные правила достижения своих целей. Я не думаю, что я там совсем оригинален. Именно особенность в том, что наши целевые аудитории это уже люди, кто долину смерти прошел. Это люди, которые два-три раза разорились. Люди, которые в жизни нюхали порох. Это практики. Это, скажем таки, изысканные клиенты, капризные клиенты. Это люди, у которых оборот компании, там, минимум миллион долларов, до десяти миллионов. Это люди, которые подошли к стене, к стеклянному потолку или к стеклянной стене и не могут ее преодолеть. Это люди, которые были у Тони Робинса. Это люди, которые были в всех знаменитых тренингах и так далее, которые у всех на слуху. Эти люди, которые не знают, что с этим делать. И по большому счету мы в любом случае ничего нового придумать не можем. Только Бог может это создавать. Наша задача переустановить у них операционную систему. Прежде всего, операционную систему. Вот это, наверное, важный момент. И когда идет переустановка операционной системы, прежде всего ломаем в нем, в них вот эти блоки. Основная проблема у людей, у них есть уже установки. Какие? Это невозможно. Это не получится. Это бесполезно. Мы это уже пробовали. Это люди, которые уже знают все. И у них уже есть прям установки, которые сформированы ошибками, родителями, жизнью и так далее. Это, которые люди говорят завтра, потом, после обеда. Вот такие установки. Я считаю, что именно нужно убрать эти установки. Когда ты убираешь эти установки, то человек, у него исчезают вот эти барьеры. Простой пример. Когда люди приходят на занятия, то помимо того, что люди хотят знаний, они хотят нетворкинга, связи. И есть дежурные, стандартные всякие методы команды образования. Я немножко использую другие инструменты. Почему? Потому что сам курс вообще площадки «Живый Тим», «Живый» — это Жексен Васильевич, именно техники мышления. Именно вообще продуктом «Живый Тим» является траблшутер. Вот именно думать нестандартно, нелинейно. Время сейчас не интенсивности, а именно рационализации. Думать рационально. И когда люди выходят на команды образования, то мы используем так называемые мнемонические коды. Это специальные инструменты для развития памяти. Многие думают, чтобы развивать память, нужна усидчивость и так далее. Ничего подобного. Есть технологии, которые позволяют тебе в считанные минуты усилить твою память в десятки раз. И когда вот эти инструменты мы используем, мы их комбинируем с команды образования. То есть вот в этом оригинальность. И когда люди выходят на сцену, командами показывают какие-то животные, какие-то постановки театрально, видно, что некоторые руководители имеют комплексы. То есть они не могут публично выступать, и они как бы заблокированы. А есть руководители, которые легко это делают. Это не потому, что они прошли курсы актерского мастерства или там еще чего-то личное. Они что после этого? От природы такие они. Бизнес меняется, и компания начинает зарабатывать миллиарды. Нет, 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 нет. Вот я теперь говорю, скажите, пожалуйста, вот вы все примерно с одного муравейника. Вы примерно руководители с одной историей, бэкграундом. Скажите, пожалуйста, почему у одних получается выступает легче или свободно даже, а у некоторых у вас вызывает трудность. Проблема в том, что у вас какие-то есть блоки. Вот у Илона Маска этих блоков нет. Вы никогда не верьте, что женщины в Китае, что женщины в Китае рожают через рот. Не верьте. Никогда не верьте, что когда в Европе порежутся, идет голубая кровь. Это неправда. Все люди одинаковые. Установки только разные. И вот задача убрать эти блоки. Вот когда говорят, научить людей проходить через стену. А Илон Маск, кто ему убирал установки? Это уже, я бы сказал бы так. У него этих просто установок не было возможно. Говорят, он в детстве читал очень много фантастики. Знаешь. Даже вот этот огненный меч, он же рассказывал в одном из интервью, что он его создал, потому что он прочитал и вот у него была идея создать этот огненный меч. То есть все, что ты задумал о себе в детстве, а там очень много энергии, ты можешь реализовать. Вообще дети до 5 лет все гениальны. Все, все рождаются гениальными. Когда мы говорим об этом, все гениальны. Просто мы потом с годами приобретаем всевозможные вирусы. Возможно, когда-то ты хотел купить самокат, и тебе мама или папа сказал, сынок, доченька, мы бедные люди, мы не можем себе это позволить. И этот блок остается вот в этом процессоре. Например, тебе сказали, что большие деньги честными не бывают. И большие деньги, они никогда не зарабатываются честно. И вот это все сидит у тебя в голове. Какую бы ты книгу не прочитал, то есть Илон Маск, как и любой другой ребенок, он такой же гениальный, как Илон Маск. Вопрос только в том, были ли у них на пути люди, которые их сбились. У него папа был такой достаточно жесткий. Вопрос даже не в родителях. Даже вопрос не в этом. Это может все, что угодно повлиять на тебя. Все, что угодно. Это может быть на улице, просмотренный фильм. То есть вы, Алексей Васильевич, меняете мышление человека? Да. Его мысли? Да. Я пытаюсь, я не могу человеку изменить мысли. Я пытаюсь у него убрать эти вирусы. Алексей Васильевич, у вас здесь по всему дому, я смотрю, тренажеры. Да. То есть активно занимаетесь спортом? Это образ жизни. Это еще раз, еще одна точка моей зрения, это еще моя философия. Постоянный спорт. Здесь тренажер, там тренажер, в кабинете тренажер. То есть это вы, получается, там условно пресс покачали, сюда пришли вело. Потом там я видела техноджим у вас. Да. Все так серьезно, да? Да, все так серьезно. А почему нельзя просто фиг на сходить? Ну, опять же, время. Очень много времени затратно. Час туда, час обратно. Ну, зато нетворкинг, как вы говорите. Возможно. Ну, у меня, видите, вся прелесть в том, что мне уже, я достиг такого положения, когда я могу выбирать сам нетворкинг. А мне не надо куда-то ехать, чтобы с кем-то познакомиться. То есть вам достаточно просто написать здесь человеку? Хочу с вами дружить. Нет, ну так, конечно, не говорю, но все, жизнь так просто построена. Ну, вот, а Кайдзен я, кстати, узнала именно от вас. Вот я прочитала, помню, книгу «Цель», потому что вы сказали, чтобы я ее прочла. Это было тоже лет 10 назад, да? И вот Кайдзен я тогда вот услышала, только потом, уже позже я начала слышать это от Маргула, Насея Симбаева, от других людей. То есть вы про Кайдзен знаете давно? Очень. Сколько? Ну, не позже, где-то 2008 год. Вот, не позже, не позже. А ты узнали? Дело в том, что уже я был вице-президентом Национального инновационного фонда, и в рамках Национального инновационного фонда Кайдзен была принята как государственная программа. В Казахстане? В 2008 году? Уже тогда, уже тогда. Что-то по Кайдзену до сих пор не живет. Да, ну тогда, может быть, оно не так было раскручено. Сейчас это стало раскручено, но уже тогда мы знали, что это такое. Поэтому уже тогда обучались компании, руководители Кайдзену. Вот если кратко объяснить человеку, да, там, ребенку, что такое Кайдзен, как вы объясните? Я бы хотел по аналогии провести. Например, когда ты занимаешься правильным питанием, то когда ты ложишь в рот еду, ты себя спрашиваешь, польза или вред. Кайдзен то же самое. Когда ты что-то делаешь, ты себя спрашиваешь, это деньги дает или нет. Все, что не приносит деньги, ты убираешь. Все просто. Все очень просто. Для меня Кайдзен это убираешься дома, да? То есть, там, начал мыть полы, условно, в этой комнате, ну что ж, уже вода, знаете, ветерок, и ты такая, весь дом промыл, да? Начал пылесосить в одной комнате, ты пропылесосил весь дом. Это же тоже Кайдзен. Кайдзен, да. Просто я хотела двух словах. Суть. Вот суть в этом. Это уже инструменты, как сделать минимум усилий, максимум результат. А почему человек должен быть эффективным? Многие люди прокрастинаторы, да, то есть, они могут очень долго готовиться к чему-то, да? Даже вот я почему знаю, например, с кем-нибудь договариваешься об интервью, слушай, давай Сухпаджезай, давай. И пишешь там. Я сразу на следующий день пишу, слушай, ты вчера мне сказал, давай писать интервью, да, давай. Когда? Давай чуть позже. Чуть позже это вот отодвигается, знаете, Игорь Ман меня так отодвигал полгода. И вот через полгода я смогла с ним записать интервью. Хотя это известный маркетолог. Мне кажется, надо жить в гармонии с природой, да? И вот кайдзен, эффективность, это вселенский закон. То есть, вселенная хочет делать меньше, получать больше. Вот было бы странно научиться один раз ходить и заново каждый день учиться ходить. Было бы странно научиться один раз писать и заново каждый день учиться писать. Вот когда ты чему-то научилась, вселенная хочет не больше, не хочет больше на это тратить время, усилий и переводит это уже в рефлексы, превращает это в привычки. Это вообще смысл вселенной. Река течет всегда оптимально, она всегда огибает препятствия. Поэтому эффективность, это вообще вселенский закон. То есть, чтобы у тебя появились в жизни правильные привычки, ты должен просто это делать. Да, да. И ты должен, суть вообще эффективности, всегда достигать цели в кратчайшие сроки. Ну, 21 день – это не миф? Вообще 66. Чтобы точно закрыли, да? Да, да. Привычки формируются 66 дней, не 21 день. Так что 20 дней – это миф. Вот люди думают, вот миссия, миссия там, то есть смысл жизни. Миссия человека формируется до 8 лет. Миссию нельзя придумать. То есть, люди просто забыли свою миссию, забыли свою мечту. И вот вторая задача – это человеке заставить его вспомнить его мечту. Почему он занялся сейчас стройкой? Это не просто так. Почему он занялся именно кожевенным делом? Ведь он уже мог другие, там, столько дел. А это именно программа, заложенная в глубоком детстве. Есть же хороший такой тест, готов ли ты платить за то, что ты делаешь. Если ты готов, значит, это точно твое. Я, например, сама плачу за все свои съемки, потому что я занимаюсь любимым делом. Ну, хорошо, давайте так думать. Я не против. То есть, вы согласны с тем, что если человек готов платить за то, что он делает, что это вот такой тест на то, что это значит, ты действительно на своей миссии? Я бы сказал бы, наверное, расширю этот взгляд. Я говорю два критерия. Первый критерий, о котором ты говоришь, это первое – нравится ли тебе ходить на работу. То есть, первый, самый главный критерий. То есть, сколько успешные люди работают? Успешные люди работают примерно 80 часов в неделю. Поэтому часто говорят, что бизнесмены не работают, у них есть хобби. Это хобби, это любимое их дело. Это первое, о чем ты говоришь, готов ли ты платить более широкое трактование. И второе – это читать книги по специальности. Это второй простой критерий. Потому что читать, многие из нас, многие не читают книг. И вот когда тебе дают на площадке или тренера, тебе дают, значит, книгу. Знаешь, вот многие предприниматели, первая реакция – ну что там могут рассказать? Ну что там эти книги могут рассказать? Вот очень странно. Но как только люди начинают читать по дисциплине, если они по своей специальности, их подхватывают. Я говорю очень просто. Представьте, что вы продавец от Бога. Вот Бог поцеловал тебя в темечко. И ты любишь продавать. И сюда приехал консультант из Америки. Вот скажи, говорю, тебе было бы интересно слушать этого консультанта? Люди говорят, да. Вот точно так же я сейчас читаю курс по менеджменту. Если вы засыпаете от моего курса, то значит, вы занимаетесь нелюбимым делом. Продолжение этой темы я вам даю на тренинге порядка 30 книг. Попробуйте вечером прийти и начать читать. Если книги с залпом не пойдут, то вы занимаетесь нелюбимым делом. Возможно, вы не знали, что нужно читать книги. Возможно, вы не думали, что нужно читать. Но когда вам наставник говорит, попробуй прочитать, и вдруг тебе не идет одна, две, три книги, то с большой долей вероятности ты занимаешься нелюбимым делом. А если это откровение приходит 50 лет, а до пенсии осталось 10, что менять жизнь и все начинать заново? Я думаю, прописных истин нет. Я думаю, что кто читал Макдональдс, там Крок, начал жизнь и в 50 лет. Я знаю, что некоторые люди создают и находят счастье в 50 лет. Я думаю, мне кажется, вот, может быть, я иногда растянутый говорю, философский, но я считаю, что вот этой вселенной 13 с чем-то миллиардов лет. И вот в этой вселенной, на маленькой планете Земля, тебе дали прожить там 80-100 лет. И вот это бесценный дар. Мне кажется, тут нет вопроса, там 50 лет ты понял это или в 30 лет ты понял. Мне нравятся слова Абая, он сказал, человек приходит в эту жизнь, плачет, уходит, скорбя. Почему? Потому что не выполнил свою программу. Я рекомендую тебе сказать браво. Конфуция перед смертью спросили, вот вам не жалко с такими знаниями умирать? Он сказал, в этой жизни ничего не бывает рано, в этой жизни ничего не бывает поздно. В этой жизни все всегда бывает вовремя. Слушайте, ну у вас здесь этот, я смотрю, вы с Ханом, можете я позволить себе мраморную лестницу, да? Зажиточно живем. Это ваш кабинет? Это мой кабинет. Сколько времени вы здесь проводите? 80%. 80%? Ну когда дома, 80% здесь. И все идеи генерите здесь? Да, да, это вот лаборатория творчества. Многие говорят, муза не приходит там, нужно куда-то поехать, отдохнуть. Вот вам это нужно? Нет, я считаю, муза это 10% таланта и 90% рутины. То есть нужно просто брать и делать, да? Да, хорошие привычки и все. Супер. Какие книги вы читаете и что рекомендуете прочесть, вот для того, чтобы быть богатым, счастливым и успешным? Во-первых, большинство книг сейчас цифровые. Эти книги, скажем так, это из прошлого больше книги. Я хочу построить здесь вообще большую библиотеку, но я боюсь аллергии и пыли. И никак не могу понять, как это лучше сделать. Поэтому здесь не так много книг, которые бы я прям порекомендовал бы, прям сейчас прям вот сходу достал бы ее. Но может быть вы что-то в цифровом варианте сейчас читаете? Ну да, ну вот всегда вот, например, вот курс интеллект-карты, да, вот всегда, от которой я всегда рассказываю. Вот, кстати, у вас я и узнала. Да, да. Вот интеллект-карты я изучила впервые, это лет 10 назад было у Чиксина Васильевича. Да. Хорошо, что вы меня научили. Спасибо. Да, вот мне нравится, когда я сижу где-нибудь на совещании, рисую интеллект-карты, еще стараюсь на английском языке писать. Это производит эффект вау. А вот из новинок что рекомендуете? Вот что сейчас прям мастрит, что нужно прочесть? Я считаю, ну, во-первых, таких книг, конечно, есть, но я рекомендую книгу вот «Коннектография». Паракханна, я считаю, вот такая сильная книга. Это о трендах в стратегии, в развитии бизнеса. Но я уже сегодня сказал о том, что очень важно коммуникация. И я рекомендую в последнее время «Никогда не ешьте в одиночку». Это очень старая книга, но в то же время она… О, я ее, кстати, пришла давно-давно. Брандтворкинг. Да, вот. После этого, кстати, уступила во всякие ассоциации, потом оттуда вышла. Вот, 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 да. Хорош, это классика. Вот как в одежде бывает классика, она никогда не стареет. Это тоже такая же классика. С кем вам больше нравится работать? В квази-государственном секторе, либо с участниками? Если сейчас, то да, я всю жизнь строил карьеру и был всю жизнь в найме, и именно занимался в квази-государственном, государственном секторе. Я считаю, что там есть очень много плюсов фантастических, и там очень много талантливых, даже сверхталантливых менеджеров, руководителей и так далее. Я считаю, что люди считают, что государственно, в квази-государственном секторе там плохо и так далее, и так далее. Я считаю, что особенно квази-государственный сектор, для чего были созданы нацкомпании? Нацкомпании были созданы для борьбы на глобальном рынке. То есть эти компании созданы для защиты интересов на глобальном рынке. У них нету конкурентов в Казахстане. Если ты это осознаешь, то ты чувствуешь себя супер. Если тебе это не объяснили, то ты начинаешь идти вниз. Поэтому мне нравилось работать в квази-государственных компаниях. Это да. Если говорить сейчас конкретно, то сейчас я занимаюсь только исключительно малым и средним бизнесом. Я считаю, что тот бэкграунд, который я когда-то накопил, у человека всегда наступает момент жизни, когда ты начинаешь оценивать свою жизнь, и ты каждый должен внести свой, скажем, вклад в развитие этой страны. И я считаю, тот потенциал, который я когда-то накопил, благодаря государству, нашей стране, то я хотел бы их сейчас дать малому и среднему бизнесу. Поэтому сейчас я занимаюсь малым и средним бизнесом. Если сказать конкретно сейчас, я сейчас люблю заниматься малым и средним бизнесом. Я знаю, что вы менторите, да? Вы ментор, тренер, человек, который меняет твою кооперационку. У вас новый тренинг, да, скоро стартует? Он уже идет. Называется менторство. Да, менторский поток. Долгие годы я преподавал три основных продукта. Это техники эффективного мышления, это вот, который ты говоришь про личную эффективность. Второе, это операционный менеджмент или производственный менеджмент. И третий, это стратегический менеджмент. Люди, которые прошли эти тренинги, часто просятся на личное менторство. Даже, ну, в среднем я веду в год 10-12 проектов, да. Это огромные фантастические затраты. Я даже... Извините меня, я же к вам просилась еще пять лет назад. Да, ну мы не будем сейчас при публике брать. Давайте при публике что, мне закрывать нечего. Екатер Васильевич, давайте сейчас договариваться. Обсудим, да? Обсудим, да? Люди хотят попасть на личное менторство. Я объясняю им таким образом. Дело в том, что, во-первых, физически даже не могу. Даже если это я прям захочу. Это просто физически невозможно. Время нет. Да. Лимиты есть. Второе. Вообще, сами все тренинги подкрыты в формате консалтинга. Вот самые, вообще они самые изначально. Моя задача ничего не скрывать. Ничего наполовину. Все раскрываю как есть. Но люди все-таки хотят. Тогда вот был создан вот этот продукт, называется менторский поток. Это фактически двухмесячные курсы, где шесть, точнее вру, в том числе я там есть, в общем восемь высокопрофессиональных тренеров, лучшие в СНГ, в Казахстане, которые в течение двух месяцев ускоряют ваш бизнес. То есть фактически то, что я веду менторство в течение года полтора, я сжал до двух месяцев в эти восемь модулей. Там именно такие профессиональные курсы, где даются технологии, не знания, а именно не просто учебники, просто книги, а учебники технологий. То есть человек фактически за вот эти восемь модулей получает то, что я даю в течение, ну скажем, полутора лет. Вы воспитываете своего ребенка по старинке, да? Как всех нас воспитывали. То есть вы сами отучились, пошли на работу, да, женились, родили сына и пошло-поехало. Такой же путь проделал сейчас ваш сын. То есть вы тоже его отправили учиться за рубеж, оплачиваете это обучение. То есть сегодня говорят, что не обязательно там получать высшее образование, что человек может сегодня, есть же очень много новых профессий, да, которые можно освоить там буквально за пару месяцев или год, да, что сейчас не обязательно учиться там 4-5 лет. Вот вы сами как думаете? Я считаю, что я читал очень много книг и мне часто говорят, вот что бы вы посоветовали бы вот в жизни или что вы сожалеете с точки зрения профессиональной. Я хотел сказать, что одна из ключевых мыслей, которая мне понравила в жизни, что, о чем бы я больше сожалел, что я в своей жизни не консультировался с консультантами в свое время, то есть своевременно. То есть если была возможность, я бы встречался с сильными консультантами. Мне часто говорят, что у вас вообще в жизни были наставники, вот такого одного человека сказать, вот да, вот он меня сформировал, нет, но каждый мой руководитель был для меня наставником. Кто-то научил меня писать, кто-то научил писать документы, читать, работать, соподчиненность, подчиненность и так далее. Также я считаю, что чем важен ВУЗ? Это не то, что там дают знания, да? Первое это нетворкинг, прежде всего, это прежде всего связи. Я считаю, что вот именно большая ошибка многих руководителей, предпринимателей, то, что они делают ставку именно только на продукт или услугу, которую они предоставляют. В то время как забывают, что именно 90% успеха любого бизнеса, руководителя, это связи. Бизнес это, прежде всего, люди. Деньги приходят через других людей. Да, да, только так. Мы же не сами родились, в конце концов, благодаря другим людям. Поэтому это первое. И когда ребенок поступает в ВУЗ, я не имею в виду, что он должен поступить именно в казахстанский ВУЗ. За этим не стоит там каких-то политических или аполитических взглядов. За этим стоит, прежде всего, жизнь в глобальном мире. В глобальном. Потому что и Казахстан, и весь мир стал просто одним шариком небольшим, и мы уже мир без границ, можно сказать, идет. Поэтому первое в этом. И второе. Задача в том, чтобы ребенок встречался с консультантами. В данном случае консультанты это тренера, которые преподаватели, которые у него есть. И чем выше этот уровень преподавателей, и чем раньше он с ними встретится, тем лучше. И я считаю, что ВУЗ... Это как Далай-Лама, да? Там маленький Далай-Лама, его окружают мудрецами, да? То есть он получает эту информацию. То есть он получает эту информацию. То есть и задача родителя окружить его этим мудрецами, да? Создать возможность, да. И чем качественней ВУЗ, тем, значит, качественней и сами преподаватели, мудрецы, скажем. Я когда-то был помощником министра, и хочу сказать, что иногда разговор в приемной, с персоной в течение там пяти минут дает тебе больше, чем разговоры с человеком в течение года. Президент Владимирович, почему у мужчин все-таки лучше получается в бизнесе, чем у женщин? Ну, женщины, вот малый бизнес, это всегда про женщин, да? Средний малый бизнес, но большой бизнес, это все-таки мир мужчин. Хороший вопрос. Я хочу сразу сказать, я не хочу заниматься сексизмом, на такие вопросы я не попадаюсь. Ну, а если вот то, что говорят глаза. Мое мнение, что, допустим, если посмотреть на окружающую природу, наверное, мы тоже знаем, что в живой природе живых существ осталось очень мало. Если посмотреть с количеством скота, который мы сейчас выращиваем. И это тоже есть результат наших исторических, культурных каких-то кодов, установок, мемов, которые у нас сегодня есть. Также и здесь, мне кажется, до последнего времени в обществе, допустим, уже были какие-то установки. Ну, во-первых, даже исторически женщина физически меньше, чем мужчина. Я думаю, в этом, даже в этом разница есть. Женщина все-таки хранительница очага и так уложена экономика, что женщине приходится больше времени тратить на поддержание очага. В конце концов, даже воспитывая ребенка 2-3 года, а если там несколько детей, то, как бы, человек выпадает автоматически. Вот это все равно, что вы бегуну дали фору, и это мужчине, да, а женщине дали там, наоборот, отстать. То есть мы дали как бы фору мужчине, и это сложилось тысячелетиями. Сложилась такая, складывалась такая ситуация. Поэтому у нас сложилась к сегодняшнему дню такая ситуация. Но в тот век, в который мы сейчас вошли, он называется информационный. В информационном мире вот это неравенство исчезает. Как территориальное, национальное оно исчезает. Вот точно так же мир становится плоским. Когда я говорю под плоским, в том числе я имею в виду больше цвет кожи, больше религиозное, половое, национальное или гендерное неравенство исчезает. Поэтому я думаю, мы в ближайшее время получим реальные вот случаи, когда вот эти шансы будут выровнены, и сейчас создано вот это условие. И я думаю, мы получим. Точно так же, как в Казахстане сейчас появилось очень много предпринимателей, которые начали, получили уже мировой статус. Хотя, может быть, в течение 30 лет мы этого не имели. Это не означает, что из этого, что там казахстанцы изначально там хуже развитые, да? Не в этом дело. Мы, то есть, опять путаем причину и следствие. А вот вас что покорило, Жиксен Васильевича? Много. Тоже был. Человек очень тайный, секретный. Секрет. Человек-секрет. С его секретом. Жумбаха дам. Жумбаха дам. И разгадали секрет или еще нет? Жиксен, с нами соседстве жил Дукенбай Душанара, писатель. Он говорил, это человек-голуб. Человек-голуб, я, говорит, напишу книгу о нем. Он даже начинал эту книгу. Он же умер, вот эту книгу не закончил. Но мне тоже казалось так же. Он очень такой позитивный. И у него те качества были, которые у меня нет. Вообще у вас идеальный союз, да? Творчество и рацию. Да. То есть, вот когда два объединяются, вот таких человек, инь-янь, происходит вот такой дом, происходят дети, происходит бизнес, да? И посмотрите, вот вы настоящий мужчина, посадил дерево, да? Вырастил сына и построил дом. Смотрите, вот этот кедр, да? Вот этот кедр, он очень долго растет. Когда он был маленький, все время зимой зайца съедает. И он его закрывает вот таким квадратным, вот таким, треугольником вот таким. Да. И каждый день выходит и смотрит, зайца съели или не съели, да? Ну, наконец-то выросли. А вот здесь сакура, да? Да. Это вы реально с Японии привезли? Ну, это, конечно, громко сказано, но привезли, да, вот. Заказано. Да, заказано, по заказу, конечно. Потому что и как она цветет весной, красота? Весной был шикарный, фиолетовый цветок был у него. Я когда лечу в бизнес-классе, смотрю на наших известных бизнесменов, например, да? И думаю, вот у него такие же ноги, как и у всех, да? Руки такие же, как у всех в экономе, например. Но что-то в нем есть такое, что позволило ему заработать там миллиарды тенге. Что это? Это просто он нашел себя, все, больше ничего. Он просто занимается любимым делом, и он четко понимает, кто он. Я могу вам найти сейчас очень много людей в той же оранжевее, например, да? Или вот в академии балета, или в, я не знаю, там еще где-нибудь, да? Где люди занимаются всю жизнь любимым делом, но у них есть ограниченная зарплата. Там 150-200 тысяч недель. И на эти деньги, извините меня, не разгуляешься. Да, я хотел бы сказать, ну, во-первых... И это любимое дело, бриотека, например. Да, возможно. Или там высадка цветов. Я знаю людей, которые пришли в религию, и они собираются быть богатыми, но они счастливы. Я знаю людей, которые занимаются йогой, и они занимаются, они счастливы. Вопрос же в счастье. Для кого-то счастье – это деньги, это раз, во-первых. Слушайте, это все понятно. Но я, как трезвый, как рациональный человек, понимаю, что на 150 тысяч недель счастливым ты не будешь. Вторая проблема – нет мечты, и все. Больше других вопросов нет. То есть, если ты занимаешься любимым делом, но ты не видишь дальше носа своего, ты будешь ходить всю жизнь по кругу. То есть, ты будешь ходить по кругу, это называется бизнес-процесс. Это когда циклически повторяется, мне нравятся слова Эйнштейна, это самая большая глупость – делать то же самое и ожидать новый результат. Все. Поэтому у тебя должна быть тогда какая-то… Ты должен выйти из зоны комфорта. Для того, чтобы выйти из зоны комфорта, ты должен поставить новые вызовы, новую цель и поменять что-то в своих привычках. Вот я, например, когда прихожу на тренинг или прочту новую книгу, я обязательно получу какой-то инсайт, который применю в жизни, и он приведет меня к новым цифрам. Да. Но вот одного греческого философа спросили, как попасть на гору Олимп, где проводится Олимпиада. Он сказал, ничего сложного, делайте каждый шаг в правильном направлении. Почему у тебя получается? Потому что сознательно или бессознательно у тебя есть какая-то цель. И то, что ты делаешь… Вот почему нельзя просто бесконтрольно читать книги. Вот пока этих часов не купил, этих часов в городе нет. Пока этих ботинок не купил, этих ботинов в городе нет. Пока машину не купил, этих машин в городе нет. Как только ты купил, пол города, оказывается, ездит на этих автомобилях. Точно так же. Если у тебя нет цели, и ты читаешь книги бесконтрольно, то ты можешь стать демагогом. Мы начинаем с тобой разговаривать. Он говорит, а я в этой книжке так читал, а я в этой книжке так читал. Ты получаешь удовольствие, либо получаешь добавленную стоимость. А если ты по кругу ходишь, почему? Потому что у тебя, если у человека нету в жизни цели, любая дорога будет попутной. Куда бы ты ни шел, ты идешь правильно. Поэтому внутри у него все время хорошо, но он не понимает, что есть какая-то цель. Чем отличается счастье от наслаждения? Наслаждение – вкусное вино, это наслаждение. Вкусный чай – наслаждение. Еда, наслаждение – нету цели. Счастье – это цель плюс наслаждение. То есть, ты ребенок закончил с отличием в школу – это счастье. Ты выучил китайский язык – это счастье. Ты поднялся там, достиг какого-то результата – это счастье. Ты можешь ходить по кругу и получать наслаждение, но бесцельно. Но счастья никогда не будет. Но счастья не будет, да, в этом разница. Давайте поговорим о воспитании детей. Я вот сегодня увидела султана. К сожалению, мы не успели с ним записать интервью. Такой парень, симпатичный, красивый, учится в Лондоне. Расскажите, как вы его воспитывали. Хороший вопрос. Сказать что-то выдающее. Мне нравятся вот такие слова. Вот маленькие дети такие сладкие, хорошенькие. Откуда свиньи берутся? Понятно, что мы их делаем. Я считаю, что дети – это маленький шпион, который Бог отпал следить за вами. Если ты говоришь ребенку, что водку пить вредно, но иногда ты пьешь, ребенок тебе больше никогда не поверит. Если ты считаешь, что говоришь ребенку, что курить вредно, но иногда ты покуриваешь, ребенок тебе больше никогда не поверит. Вот ты говоришь ребенку, надо читать книжки, заниматься спортом, а он приходит домой, а ты сидишь в соцсетях и смотришь телевизор. Вот и все. Я всегда говорю, от яблоня рождается яблоня, от груши рождается груша, от барана рождается баран. Поэтому ребенок это точно твоя копия, это точно твой носитель генетического кода. Раз, но кроме того, то есть генетический код это процессор, но на него насаживается операционная система, вот это софт. Вот этот софт это то, что ты ему даешь. Может быть процессор где-то и не тянет или еще что-то, но вот это за счет операционной системы, за счет гениальности программиста мы можем обыграть вот эти недостатки, даже если они природы или там генетически как-то заложены. Какой софт вы дали своему сыну? Что вы делали? Это книги, обучение, правильное окружение, тренинги? Я думаю, наверное, самый главный навык это доводить дело до конца. Я думаю, это самая главная вещь. Доводить дело до конца. Я всегда говорю на занятиях, военное искусство Бусидо говорит, воина никто не торопит принимать решение, но если воин принял решение, теперь действуй без колебаний. Первое правило, семь раз отмерь, один раз отрежь. Если ты вступил в битву, теперь доводи дело до конца. Довел дело до конца, не понравилось, потом уже корректирующие действия.